Всем привет, меня зовут Макс, это Ленивый канал, и сегодня у нас очередной выпуск рубрики выставка, где вы присылаете мне свои работы, я выбираю что-то более-менее интересное или прям крутое и показываю уже вам. Что ж, сегодня у нас не совсем обычный выпуск, но вы все уже видели превьюху, да, но это оставим на сладкое. Начнем с чего-нибудь простого. Ну, допустим, от вполне себе неплохо сделанного Е75 Last Hero от Hitali. Я не могу сказать, что это прям какой-то ультимативный супер-вариант, однако хочу заметить уже первые преимущества нового редактора. Вы видите этот МГ-34 сверху? Кстати, очень странно, что на Е75 стоит именно МГ-34, раз уж у нас есть возможность использовать какие угодно формы, логичнее было бы сюда поставить МГ-42. Или вообще, что-нибудь типа МГ-45 из проектных. Ну да ладно, вероятно, какая моделька была, ту и использовали. Да, новый редактор позволяет просто импортировать модельки из блендера, кто бы был удивлен. Но в целом это весьма неплохой Е75. На мой взгляд, несколько удочковая пушка, все-таки немножко длинновато. Вес немножко не такой, но моделька выглядит приятно. Правда, вот башенка вращается медленно, но она и должна вращаться медленно. Ходовка работает, машина создает приятное впечатление. Впрочем, именно это от нее и требовалось. Скажем так, новый конструктор, ну и почему бы его не пустить в выставку. Поехали дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте продолжим тему Второй Мировой. М4 Шерман Калиопа от Стайлера. Ну, эта машина явно сделана еще на предыдущей версии редактора. Впрочем, это не мешает ей быть крайне интересной. Как видите, у Шермана Калиопы есть ракетная установка. Шерман Бревнолопа. Шерман Бревномет. Но, впрочем, выглядит это правда забавно. И когда появится возможность это красить отдельно, будет реально интересная штука. Тем не менее, Калиопа узнает сразу. И это потрясающе. Прошу прощения, я уже устал перезаписывать этот видос. Я постоянно захожусь в кашле. Ну, потому что горло еще не до конца прошло. Ну, а тем не менее. Если я буду перезаписывать это в восьмой раз, то все будет совсем грустно. Так что, извините. Ну, либо так, либо никак. В общем-то, Шерман весьма неплохой. Выглядит натурально. Выглядит хорошо. Ну, нечего, наверное, нечего добавить. Прям такого, прям оригинального. Потому что танчик действительно хороший. А в новом редакторе его можно сделать еще лучше. Что ж, ладно. Мы очень быстро идем по нашим работам. Впрочем, у Стайлера, кстати, всегда танки достаточно хороши. Поэтому. Давайте посмотрим на что-нибудь. Типа Т-54. И да, это уже новый редактор. Но этот Т-54, насколько я знаю, делался до того, как появилось возможность сделать более гладкие турери. И сейчас мы это узнаем. Давайте поставим вот так вот. А теперь. Допустим. Сделаем вот так. Слушайте. Ну, вот теперь это Т-54. Т-55, точнее. Димон Лимон, правда, проделал хорошую работу. Машина очень легко превращается. Действительно, благодаря всего лишь одной галочке в отличный танк. Давайте посмотрим, как оно едет. Едет оно несколько странно. Господи, какие все-таки необычные и классные звуки. На мой взгляд, подвеска слегка странно работает пока что. Но в целом танчик очень достойный. Согласитесь, эта работа действительно, ну, просто хорошая, внимательная работа с кучей деталей. Которая, правда, сложно как-то, ну, критиковать прям вот. Объективно прям очень сильно критиковать ее сложно. Ой, вы заметили, что бочки теперь дамажат, да? Возможно, они и раньше дамажили, просто я это не замечал. 54-55, эти танки все-таки очень похожи, узнаются сразу. Ты сразу понимаешь, что это за машина, почему она выглядит так, ну, и вообще, что к чему. Сразу же. Интересно, взрывается машина все-таки повреждается от взрыва или от столкновения? Ну, да ладно. Вот такая прекрасная работа от Димона Лимона. Ну, что ж, мы потихоньку подходим к самым интересным моделям. И ПТМ Евро ГТД от Миллера. И вот тут интересно. У нас тут ГТД. 270 литров В3. На самом деле, это попытка как раз-таки воссоздать газотурбинный двигатель. И для машины такой массы... Ну, посмотри, 53 тонны, но машинка реально очень быстрая. Прекрасно. Да, эксперименты по созданию ГТД на сервере ведутся давно. И, на мой взгляд, они весьма успешны. Правда, наверное, это... ПТ-шка на базе чего-то... Типа Чифтейна или Абрамса. Давайте. Даже звук, на самом деле, похоже, как будто... Господи, вы слышите? Это прекрасно. Правда, но, конечно, это не к самой модели относится, но тем не менее... А сама же модель выглядит очень даже... Прикольно. Правда, поворот у нее очень странный. Уж очень сильно заваливается на борт. Очень интересненькая даже машина. Давайте посмотрим к стене. Да, у нас тут клач. Блин, все-таки как же новые звуки, какие же они сочные. Мне очень понравилось как визуально, так и идейно. Забавная, клевая машина. К тому же, ГТД. Если вас не интересует ГТД, у нас на сервере есть целая тема для опытных работ на этот счет. Игроки вполне себе изобретают то, чего в игре нет и не предполагалось изначально. Ну да ладно, вы же все ждете качающуюся башню. И давайте, прежде чем мы к ней перейдем, вы предположите, как именно реализована эта качающаяся башня. Ну, просто возьмите и напишите в комментариях именно сейчас. Ну, а тем временем, я заранее знал, как это реализовано. Почему? Потому что, планируя рубрику по построению своих собственных танков, я уже думал всех удивить качающейся башней. Ну, что ж, на сервере это успели несколько раньше, чем я показал видео. За что этим ребятам, на самом деле, уважение, потому что это не такая очевидная мысль. Она кажется очевидной после того, как ты ее уже продумал, как бы, но поначалу это весьма такая необычная штука. Что ж, мы приступаем к Century ASX 2. Давай, позвольте мне, я сейчас просто зачитаю описание машины. Потому что, да, у нее есть описание, и, пожалуй, эта машина заслуживает того, чтобы иметь собственное описание. Почему бы нет? Century ASX 2. Машину нельзя отнести к какому-либо определенному классу машин. Скорее, это ПТ-САУ. Несмотря на качающуюся башню, машина имеет неплохую вертикальную стабилизацию и ОВН, что прекрасно подходит для боевых действий в пустыне среди дюн. Ну, собственно, на карте дюн и в случае нашей игры. Броня противопульная, ничего, естественно, не представляет из себя. Горизонтальные углы наведения также не впечатляют. Исходя из характеристик, нет ничего очень выдающегося и существенных плюсов вообще нет. Поэтому данная машина была выпущена в 60-х годах в Вартолии. Ну, это, собственно, то, как называется лор на государство, в котором находится в КБ Сенчире. В небольшом количестве. И использовалась исключительно в Африке. Ну что ж, достаточно логичное описание. То есть машина очень ситуативная. На самом деле я бы сказал следующее. Естественно, если дать этой машине нормальную вращающуюся башню, а как вы сейчас поймёте, башня не вращается, и у этого есть определённые причины, эта машина может иметь смысл. К слову, сразу же с обведением многобашенности, по идее, эту машину будет очень легко превратить в нормальный танк с качающейся башней. Это будет очень просто. Что ж, и ваши предположения, как именно реализована эта схема, я прежде могу в комментариях. Теперь смотрим на неё. Как видите, башня не вращается. Однако, верхний элемент очень даже. И вы уже заметили проблему, да? У нас прям такой модный тактический вид. Откуда-то из-за плеча. Где-то даже смотрится очень даже динамично. Посмотрите, так под съёмы можно делать просто. Красиво, динамичненько прям. Да. Правда, машина начинает проваливаться. Хотя, да, машина вполне себе напоминает, скорее всего, своего идейного вдохновителя, MX-13 и прочую линейку. И да, вы уже наверняка догадались, в чём проблема. Я надеюсь, КБ Сенкчери меня простит, но я буду вынужден сейчас раскрыть секрет этой машины. Ну, блин, господи, я этот секрет знал ещё до того, как эту машину увидел. Не потому, что я какой-то там умный, просто мне эта идея в голову пришла. Как только появился редактор Freeform, я первым делом пошёл проверять, а можно ли разместить поворотный стол на вертикальной поверхности. Да, всё это частички корпуса. А вот это вот на самом деле обыкновенная башня. А вот подбашенный стакан на самом деле находится в одном из этих цапов. Да, вы правильно поняли. По сути, просто это обычный корпус с выведенными наверх, скажем так, ушками, к которому прицеплена башня. И по факту качающийся элемент, игра пытается рассчитать его как поворачивающуюся башню. Поэтому, если вы заметите, при попытке навестись куда-то, башня в первую очередь уезжает вниз, потому что движок игры пытается её повернуть направо, но не получается. Поэтому уже потом доворачивается направо сама пушка. Да, игра крайне странна, но всё-таки работает. Особенно в прицеле. В прицеле это особенно хорошо. Преимущество, кстати, у данной схемы весьма очевидное. Даже сейчас в игре это очевидное преимущество. Из-за сломанного движка ваши углы вертикальной и горизонтальной наводки не ограничены. Вы можете делать всё, что угодно. К примеру, делать... Вот так вот. Боже мой. О, боже мой. О, бог ты мой. А, а, какой кошмар. Так, да я его можно делать вот так вот. Вот это вот всё полностью инвентированное управление. Это забавно очень. Ладно. Давайте я ещё раз подробнее объясню, в чём же фишка. Итак, вот вы видите сейчас наш корпус. Я выбираю башню. Главное выбрать. И вот она башня. Вот она. Это обыкновенные цапы. То есть это обыкновенный кусок корпуса. Вот так вот эта машина выглядела бы без цап. Кстати, да. Ну да, конечно. Я надеюсь, КБ Сенкчури на меня не сильно зло за то, что я раскрыл этот секрет. Но, повторюсь, секрет был бы раскрыт рано или поздно. Я, правда, теперь не уверен, стоит ли мне 50-х, когда я хотел сделать интересный танчик на 50-е, делать именно в качающуюся башню. Раз уж премьера этой идеи уже состоялась и нет моего имени. Ну, какой смысл? Это уже будет не так оригинально, потому что я думал всех прям удивить. Правда, я скорее думал сделать по приколу именно что-то типа, скажем так, ЕБР. В смысле, господи, бронемашин французской школы с колесных, с качающимися башнями. Но, ладно. Вот такой вот странный танчик. Естественно, мы откроем сейчас новую базовую версию, чтобы снова по ней погонять. Мне очень нравится этот концепт. И на самом деле мне кое о чем я не задумывался. Я раньше не обращал внимания, когда экспериментировал. Ну, хотя бы потому, что мой эксперимент был весьма кривой. Я просто тестировал самовозможность, я не делал танка. Но да, для подсъема видосов вариант с расположением вот такой вот башни очень даже интересен. Он позволяет сделать, ну, снимать в игре интересные ракурсы. Возможно, стоит даже сделать танк для съемок. Но, впрочем, о проблемах съемок игры и то, почему мы в ближайшее время не увидим крутых видосов, мы поговорим, наверное, в воскресенье. Ну, а на этом мы будем заканчивать с выставкой. С вами был Макс. По-прежнему больной, по-прежнему с полуохрипшим горлом. Но, правда, в этот раз конкретно так распевшийся перед записей видео. Да, 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 мне приходится много наговаривать текст, чтобы хоть немножко оставить горло работать сейчас. Надеюсь, это потом мне не аукнется. Ну, да ладно. Это не то, чтобы жалоба, просто производственные необходимости. Я чувствую, что вы тут закашлялись, поэтому на этом точно все. С вами был Макс, Ленивый канал. До встречи в новых видео. Ах, да, подождите, нифига не все, обманул я вас. Эм, старая выставка кончилась, а новая превращена в лютый бардак. Я буду думать, что с этим делать, но... Видимо, пока что на этом выставка закончена. Как только появятся изменения, я об этом вас уведомлю. Но на этом точно все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok